подземное хранилище было жутковатым местом я не знал нигде искать не даже как выглядело то что я пытался найти но неведомый ангел-хранитель помог мне всем привет дорогие друзья с вами валерий и это метро 2033 редукс уровень сложности хардкор продолжаем блуждать по постапокалипсису в москве сейчас мы находимся в книгохранилище нам нужно найти архив военный архив и забрать секретные данные какие-то здесь у нас ползают библиотекарь главная фишка надо смотреть короче ему глаза не отводить взгляды от этих тварей и он вот так вот спокойно уходит 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 так теперь надо разобраться куда нам двигаться так труп лежит отлично свалил так можно осмотреться теперь что у нас здесь интересного лежит так 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 снова вылез тихо вот я вижу там документы лежат надо бы взять был на загнал в тупик черт на всякий случай прицелиться хотя выстрелы здесь не помогут эти твари живучие я застрел так давайте почитаем давайте почитаем архивы да получается заметка один кто они библиотекарь мы придумали для этих тварей забавное прозвище потому что незваные не названные они были бы слишком кошмарно одно точно это не звери понятия не имея из какой глины их слепила радиация на библиотекарь и чересчур умны для обычных мутирующих животных я вижу в их глазах проблески разума а что видят в наших глазах они мы не знаем но если не бежать не драться просто смотреть этим чудовищем глаза между тобой и ними происходит что-то и они оставляют тебя жизнь тебе жизнь хотя и могут раздавить опытного и хорошего вооруженного бойца как клопа может быть потому что глядя в глаза людям они вспоминают через силу как и сами когда-то были людьми кстати возможно возможно и такое но я почему-то думаю что библиотекарь это мутирующая обезьяна почему-то я так думал гориллы какие-то приматы короче получается сюда не зайдет окей о чё за черт не хило так свалились окей окей так отлично сохраночка прошла так так это помедленнее так резво блин если они будут на каждом шагу так появляться мы так далеко не дойдем надо что-то думать так он спустился вниз окей нам похоже туда куда он свернул бежал куда-то отлично соберем лут так ну привет дружище зарядим пока фонарик фонарик тоже быстро сажается все отлично ну и что это что это за что это был за майкл джексон со своей лунной походкой так здесь что у нас черта нет самое обидное они короче мешают эти библиотекари нам собирать лут так не пролезть ну окей ладно вон снизу ой тварь хорошо что не с первого раза долбанул так 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 слышь я надеюсь ты в мою сторону сейчас не двинешься иначе иначе пришлось бы спрыгивать окей отлично а вот и лутяку можно собрать паутинка так по трубе надо лезть или а вон там досечки отлично ай 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 черт ну как так ну окей блин так не надо ко мне подходить еще задыхаемся походу о жесть отлично валим 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 надо же было так не допрыгнуть Артем давай оп отлично отлично ау сюда фу не разбивается инструкция включите питание на предваре при этом загорится ламп по микрофон держать удерживать понятно нам это не нужно че это было во своими лапами загребущими тут махает вниз вниз где же этот чертов архив то уже сколько можно так мы спрыгнем и нам больше сюда не залезть будет получается окей ну ну это как то быстро сдался отлично давай уходи молодец оу проснулся 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 ну ой 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 болин, вот эти вот привет резкие движения вот эти insult Когда они начинают бежать. Стрёмно как-то. Стрёмно. Так. Отлично, наверх. Так, а здесь куда? Сюда, получается. Чем не провалиться бы. Отлично, с охраночки. Здесь лестница сломана. Теперь нам некуда бежать. Блин. Развелось их? Угу. Давай, уходи. Уходи, 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 уходи. Я знаю, что ты крутой. Бьёт себя в грудь. Поэтому я с тобой не хочу связываться. Ай-яй-яй! Блин, а ты чё сейчас было? Чё за резкие такие движения? Просто лапой махнул. Так. Трубешник. Отлично. Забираем. Воу-воу-воу-воу. Чувак. Не надо, пожалуйста. Так, лестница сбоку. Пускай он отвернётся, мы полезем на лестницу. Молодец. Умничка, умничка. Так, мы взяли ключ. Найти бы ещё. Теперь. Сейф. А вот и сейф. Отлично. Компьютеры тут стоят. Внизу, наверное, входит. Входит внизу, наверное. Тихо. Воу! Чувак. Как ты меня достал-то? Воу! Слышь? Тихо ты. Какой-то, блин, агрессивный вообще попался. Так. Папка для бумаг. Отлично. Включение никаких не висит. Да, блин. Ты задрал. Так. Окей. Убили меня. Тут агрессивный. Ну, да, папка. Да что ты шумишь-то? Артём, тебе жизнь, похоже, ничему не научила. Ну, где эта долбаная папка? Она? Нет, не она. О, походу, она. Совершенно секретно. Карта метро. Всё, теперь валим. Отлично. Я нашёл планы Д-6 и карту командного пункта, но мельник всё не возвращался. Смогу ли я выбраться из библиотеки живым без его помощи? От этого зависела судьба моей станции. Так, теперь выбраться надо. Хотя он сам тут выбрался. Да ладно. О! Куда едем? Где на туалет? Отврушу за 50 патронов. Нифига себе расценки, блин, 50 патронов. Ты чё? Артём, у тебя получилось. Я не сомневался. Нашёл что-нибудь? Зашибись. Это мельник. Давай к нам. Ну и куда мы двинем тепло? В храм. Артём, будешь храма? Это он на хамовке, дорогой. Хотя я так и не понял, как он это сделал. Может, музон врубим? Антуен, сегодня мы с тобой танцуем. Конечно. Ничего себе. Прокатимся с музыкой. Какие песни они знают? О! Это другое дело. Еее. А я посмотрю, что за бумаги ты там нашёл. Я сам радистом раньше был. Так, аликдец, да? И после войны, и ещё когда единая система управления не распалась, посадили меня, значит, следить за радиоэфиром. Папочка там. Мы тогда ещё начали связаться с правительственными бункерами. Мы говорили, что здесь диалоги интересные. Чайник, у меня такой, по-моему, дома был давно-давно-давно. Вся, кого наслушаться. Сибирь молчала вся. А вот остальные выходили на связь. В том числе атомные подлодки наши. Подлодки ещё запрашивали приказы. Наносить ещё удары по ним. Никто не верил, что Москвы-то больше нет. Бывалые морские капитаны, как дети в эфире, плакали. Офицеры и матросы умоляли меня проверить, нет ли их родных среди выживших. А что я мог сделать? Ну, ничего. Кто-то решал отомстить, уходил на пусковые позиции. Мировая война, может, и кончилась. Но у некоторых ещё своя война была. Други не поняли, что раз мир уже облечён и так, добивать горстки выживших смысла не имеет. Махали на всё рукой. Подлодки ещё долго на связь выходили. Они ведь могли в автономном плавании по полгода находиться. Еды и горючего хватает. Ой, ну и деньки были. Как вспомнил дрожь. Да, жесть. И это всё, что он ответил. Да, собеседник из него. Отличный просто. Так. Ничего не скажешь. Что-то какие-то все подозрительные, молчуные какие-то. Неразговорчивые. Так. Храм. Заметка два. А первую мы не нашли, кстати. Почему церковь? Только из-за прочной старой каменной кладки, или бойцы и мельника думают, что эти стены будут для них лучшей защитой, чем что-либо другое. Странно, что даже тем, кто твёрдо стоит на этой земле, кто каждый день смотрит смерти в глаза, и должен был уже успеть привыкнуть к ней, нужно цепляться за небеса. Рейнджеры не говорят об этом слух, но у многих я видел нательные крестики. От кого-то я слышал, что после апокалипсиса мир вывернулся наизнанку, и преисподняя оказалась на поверхности земли, а людям пришлось прятаться в бывшем аду. Поэтому нет на поверхности лучшего убежища, чем старые церкви. Не знаю. Но эти иконы и фрески, которыми расписана эта церковь, даже мне внушают какое-то светлое спокойствие, какую-то уверенность. Как будто всем нам, грешникам, уничтожившим мир, который не мы сотворили, ещё можно искупить свои грехи. Ещё можно получить прощение. Так, где-то мы просрали одну... Мы только явились в храм, где-то мы просрали уже одну эту... Заметочку. Может где-то здесь лежит. Сюда он не залазит. Ну окей, ладно. Просрали, значит просрали. Привет, Володя, очень приятно. Ну привет, Володька. Можешь выбрать что угодно. По вкусу. Сейчас мы пособираем тут. По вкусу. Так, ладно, давай. Тут только новейшая техника. В метро такого не найдёшь. Тюнинг какой-то можно затюнинговать тут. Ну пока не будем ничего. Так, автоматик. Знал бы ты, как за это приходится платить кровью. Так. Добытый из обширных армейских складов довоенный прицел, ночного видения позволяет уверенно поражать цели в условиях недостаточной освещенности. Так. Этот прицел довоенного производства наночительно облегчает прицеливание на ближних и средних дистанциях, почти не ограничивая поле зрения. Довоенный оптический прицел облегчает прицеливание на средних дистанциях, но ограничивает поле зрения для снижения его ценности в тесных тоннелях. Так. Ну давайте, да? Вот этот выберем. По-прикольному, я думаю, это как коллиматорный. Да, блин, не прочитал название. Точно, коллиматорный. Коллиматорный прикольно. Так, глушак у нас одет. Это что, довоенный лазерный прицел? А, это лазерный. Давайте. Почему и нет? Так, замена. Ладно, не будем пушки мы. Нас и эти устраивают наши. Отлично. Спасибо, Володя. С тобой хорошо иметь дело. Привет, Артем! Привет. Упражняюсь тут, как видишь. Ну да, да. Удачные тренировки. Так. Вот и храм. Ну, здравствуй, Артем. Вот мы и встретились. Угу. Как эти джентльмены здесь уютно устроились. Я слышал, полис не спешит тебе на помощь. Что будешь делать? Молчаешь? Превращаешься в охотник. Молчат. Обдумай свой путь и еще раз, Артем. Как знать, куда он тебя приведет. Каждый пожинает то, что посеял, Артем. Насилие порождает насилие. И за смерть платят смертью. Те, кто не испытывает сомнений и не знает раскаяния, никогда не вырвутся из этого круга. Ну, что ж. Думаю, я сказал все, что хотел. Теперь мне пора. Прощай. Ну, прощай. О, что это за свечение было такое. Так. Еще одна заметка. А, вот и первая заметка. Хан, я всем обязан ему. Если бы не он, я остался бы гнить в туннеле с аномалиями. Я бы никогда не добрался до библиотеки, если бы не он. Мельник даже не стал бы меня слушать. Я не знаю толком, кто этот человек, да и человек ли он. Да в путь меня отправил Хантер, но ведет меня по этому пути Хан. Странно, но и бойцы Мельника, для которых, кажется, нет других авторитетов, кроме их несгибаемого полковника, прислушиваются к бородячему философу и верят ему. У него есть какая-то власть над человеческими душами. Хотел бы я встретиться с ним еще раз. Слишком много у меня вопросов, которых больше не могу задать. Да, Хану отдельное спасибо, он нас провел. По такой там чертовщине. Не очень-то и полезные бумаги. Все намеки, намеки. Хотя вход в Д6 тут обозначен. Значит, нам туда дорога. Ты готов? Ну, наверное, да. Ну, как тут у нас дела? Все готово, Ульман? Ну, по коням. Хан тоже с нами идет? Или нет? Ну, что ж. Думаю, я сказал все, что хотел. Теперь мне пора. Прощай. Ну, пока. Ну, пока. А я пошел погибать. Так, а что, мы не на тачке поедем? Ну, я не хочу на тачке. Как это подозрительно. Так, ничего интересного не лежит. Ни черта нет. Так. Это подвал из старого храма. Давай, забирайся. Темный тоннель. Грохот колес. Запах смерти. Так начался наш путь в Д6. Мы приближались к цели с каждой секундой. Ну, что, друзья. Давайте на этом я закончу. Вот. Видео. Серия такая небольшая получилась. Но все же. Дальше, я думаю, начнется хардкор. Вот. И мы его уже увидим в следующей серии. Ну, а кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте. Я со всеми прощаюсь. До новых встреч. Всем пока.